Слава Богу! 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 Аминь! Слава Богу! 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 Письмена заключили, но и договорили, чтобы ты не нападал на нас, мы не нападаем на тебя. Мы будем сами по себе мягкими и пушистыми, хорошими такими, знаете ли, и никого даже минимум будем приглашать в собрание, ни за каких одержимых и молиться не будем за освобождение, и вообще не дожил бы быть живу, какая там евангелизация среди народов, нам бы самим веру как-то там, знаете ли, сидят в батьмах рабочие, да? Это как Борис Саулыч Грисенко, мессианский рабин в Киеве, там иллюстрировал, например, песня такой, да? Христиане собираются и про себя так думают. Их ли враждебные верить, злобные силы нас, или как там, темные силы нас злобно гнетут. Ну даже у тех коммунистов и то хватило мозгов потом продолжить, да? Но мы поднимем, да? То есть они как бы и то сообразили, что надо что-то делать вообще. Вот, и поэтому, если не мы будем влиять на этот мир, то этот мир будет влиять на нас, на христиан. Среднего не дано. Вот, ну истина это очень простая довольно-таки. И Иисус, Он не говорил, чтобы церковь, она была переделана этим миром. Нет, Он говорил, чтобы церковь переделывала этот мир. И каждый спасенный грешник, каждый освобожденный от бесов одержимый человек, каждый исцеленный больной человек, это еще одна пасть земли, отвоеванного в царство Диабола, перешедшая в царство света. Слава Иисусу! Это еще одна победа. И, господа, скажу, что вот этот период истории, я еще чем проиллюстрируют хочу. Помните ли в книге Откровений, 2-я, 3-я главы, да? 7 посланий, коротких посланий всеми сопрям. И там говорится пергамент, говорится там престол сатаны. А что же это за престол сатаны? Что это за пергамский алтарь? Много есть разных предположений, но вообще-то пергам был раскопан археологами, на самом деле. Нашли таки алтарь, это не миф, это не сказки, как раньше нам говорили, это на самом деле исторический факт. Боже, больше 100 лет прошло, значит, как все это было обнаружено археологами. Но каково же было удивление, что этим алтарем является именно алтарь поклонения императору как живому богу. То есть культ личности императора как божества. Именно пергамский алтарь центральный был посвящен как раз именно поклонению императору как живому богу, якобы. До, значит, будем так говорить, первого столетия, еще до нашей эры, во времена Иисуса и чуть позже, императоры считали себя детьми богов. Но впоследствии, так получилось, пришло новое понимание, новое такое откровение, что император, он и при жизни является уже божеством, требуя себе поклонения. Как богу, якобы, представляете? И те римские граждане, что проживали на всем этом пространстве необъятной римской империи, они были обязаны раз в году, но минимум, прийти и поклониться императору как божеству. Не все могли чисто и физически прийти к императору, поэтому были статуи поставлены, но в пергаме был поставлен центральный алтарь, престол сатаны, как написано. Сам Иисус говорил об этом, престол сатаны. И что произошло далее, господа? Христиане отказывались, конечно же, евреи многие, христиане многие отказывались от поклонения императору как божеству, и поэтому подвергались репрессиям, казням. Христиан часто казнили как политических преступников в то время, свободных гражданин Римской империи, христиане. Над ними висел Дамоклов Мечерот. Вот. Каждый раз, когда начинались эти праздничства, могли обвинить любого христианина в именно гражданском неповедомении. Потому что это был государственный культ, и ты был обязан совершить это. Это не было то, что ты мог, а мог и не делать. Ты был обязан это сделать. И минимальная жертва, это было простое куриное яйцо. Это была жертва императору. Его разукрашивали, его рисовали, но это была жертва божеству. Кстати, есть такая легенда, возникшая тоже в восьмом, наверное, думаю, столетине раньше. Значит, что якобы Мария Магдалина, она покрасила яичко и принесла императору Тиберию. По другой версии, она принесла просто яйцо и вырастала красным, покрасила само собой, такой фокус-покус, перед самим императором. И он был в восторге, и говорит, Мария, я в шоке. Ну, Мария сказала, ну и я про то, как Христос таки воскрес. И, в общем-то, они как-то договорились о чем-то. Но если бы Мария Магдалина принесла бы Тиберию яичко и подарила бы им крашенку, значит, в то время, что бы это означало по тем временам? Что она почтила императора как живого бога. То, от чего христиане отказывались. То есть, христиане шли на костер, шли на казнь, отказывались приносить эти крашеные яйца императору. Значит, поэтому, если Мария принесла это все, она была просто-напросто отступницей. Она уже перестала быть христианкой в то время. Значит, ну, эта легенда была придумана не с целью даже опорочить Марию Магдалину, а с целью придать священный статус крашеным яйцам, которые, значит, стали использоваться в римской, уже византийской империи, простите, да, уже византийской империи. Начиная чуть ли не с шестого столетия. И чтобы, как бы, христианам сказать, что это древние обычаи такие, просто мы как бы подзабыли его, вот была придумана история с Марией Магдалиной. Ну, до сих пор она пересказывается и в разных вариациях, правда, но смысл ее один тот же. Что вот чудесным образом яйцо покрасилось, или она принесла крашеное яйцо, или фокус-фокус. И, кстати, Адольф Гитлер, когда знаменитый Гитлер-плат строился, то в основу проекта был положен как раз пергамский алтарь станы. По крайней мере, внешняя часть этого алтаря, на слайдах это очень хорошо, кстати, видно. Есть, кстати, пергамом музеи, можно зайти на сайт пергамского алтаря, музей пергамы Востока, Берлина, и сделать даже виртуальную прогулку, и посмотреть, как это все выглядит там. Я был в этом музее, смотрел лично эти камни, мне было интересно увидеть все это натурально. И я сделал много фотографий там. И знаете ли что, скажу, что зрелище довольно-таки так, ну, ужасно. Если знать Библию, то немного так, знаете ли, жутковато, конечно, да. И тем более понимаешь, что это не просто камни, это когда-то здесь приносили жертвы, здесь когда-то поклонялись безумно императору как живому божеству. А потом тот же самый Гитлер-Плац был поставлен неспроста по такому же образцу. Я думаю, здесь прямая взаимосвязь, что культ личности этого обезумевшего депрейтора просто-напросто должен был показать некую божественность власти в третьем вечном тысячелетнем рейхе, который реально очень скоро, знаете ли, большие шкафы громко падают. И вот, значит, этот рейху тысячелетний, он очень быстро грохнулся. Но скажу еще, коммунисты переплюнули фашистов. Если фашисты, они скопировали внешнюю часть этого бергамского алтаря, то сама сердцевина, сам престол с этого, собственно, был скопирован коммунистами. Мы знаем, что когда умер Ленин, то вождь пролетарской революции, как мы раньше говорили, очень глубоко несчастный человек на самом-то деле. Из него пытались и не безуспешно сделать идол. До сих пор, знаете ли, в городах, селах, поселках Украины, России, Белоруссии встречаются памятники Ленина и прочее. Наследие этого мрачного периода времени. Но в центре Москвы стоит Мавзолей Ленина, который как раз является копией, увеличенной копией самого престола сатаны. Это, как бы, интересный факт, да? Сам Чусев, архитектор, являлся посвященным сатанистом, одним из оккультных жрецов. Это очень малоизвестная тема. А оккультная история коммунизма, как и оккультная история фашизма, это очень малоизвестная тема. Многие люди, служа даже, допустим, в СССР, служа в таких структурах, даже высоких Третьего Рейха, даже не могли себе представить, что внутри Рейха создается новая секта, по сути. Потому что руководители Рейха многие были посвящены в откровенный оккультизм. То же самое было в СССР. Многие рядовые коммунисты даже и ухом не вели в этом направлении, и не понимали, что многие руководители Советского государства являлись именно откровенными сатанопоклонниками, откровенными оккультистами. И Чусев, академик, исполняя приказ, будем так говорить, партии, создал это чудо. Прямо в центре Москвы, на Красной площади, возле Кремлевской стены. Это было зловещим признаменованием. А вначале Мавзолей был деревянный. Был построен первоначально. Но там что-то нарушили и повредили канализацию. И по всей Москве вонище. Патриарху Тихону доложили, когда об этом он сказал. Ну что, по мощам и елей говорит. То есть, какие мощи такой и елей. Но коммунисты не угомонились и построили себе капитальное строение уже для поклонения, для обожествления Ленина как именно идеал, кумир определенный. Хотя, мы не знаем о судьбе самого Ленина. Мало что известно. Его последние дни мы знаем, что они были либо сумасшедшими, либо днями покаяния. Вин Бог только теперь это все знает. Но известно, что те, кто наблюдали за ним последние дни его жизни, они писали, офицеры НКВД, что он в комнате не было никого. Даже мышка, там какая-то наружка, не проскочила бы. Но он, не видя никого, как бы разговаривал с кем-то и плакал, значит, и каялся. И они сделали такое приписку, что, видимо, беседуют со стульями и просят у них прощения. Потому что никого не было в комнате абсолютно. Но он перед неизвестным просто каялся и плакал последние дни своей жизни. Возможно, он покаялся. Может, представьте себе, на небесах увидим товарищ Ленин. И вы здесь с какими супами? Конспирация. Только не говорите Кенгерсу Эдмундовичу. Он в соседней обители. Да. Кто его знает, знаете ли, недаром, думаю, один из удивительных проповедников нашего времени, Рик Джойнер, да? Он не все карты раскрыл. Он сказал, что на небесах он увидел некоторых людей, которых он в жизни не подозревал там увидеть вообще. И наоборот, некоторых там в списках не значилось тех, кого он думал сто процентов. Уж им там сам Бог велел еще быть. Вот так вот. Так что, потому что Бог судит не как человек. Он смотрит на сердце человеческое. Знаете ли, того бедолагу, этого разбойника, душегуба, этого злодея, которого на кресте убивали, который Иисус исповедовал, наверняка проклинали и родственники этих убитых, и вдовы, и сироты. Это же разбой. Это же не просто, знаете, это гоп-стоп, и убийство, и все. Это разбой. И знаете ли, что? Но Иисус сказал, что ныне же будешь со мной в раю. Представляете, за что? Да просто так вот. Ты мне просто понравился, хороший человек. И ты сказал, что ты по заслугам все получил, а ты вот за просто так страдаешь вообще. Ныне же будешь со мной в раю. И ты еще сказал еще, что мне, что вспомни меня, Господь, когда придет в царство свое. И, знаете ли, другой разбойник рядом висел, так же страдал. По такой же статье шел. Наверное, в одной банде были, наверное, не знаю там. Потом разберемся на небесах, уже узнаем всю эту историю ихнюю. Вот, значит, ну, как бы, беспредельщики какие-то, знаете ли, вот. Вместе висели на кресте разбойники. И один исповедовал, другой там хулил, продолжал хулил. Вот так вот. Хотя написано изначально, что оба хулили. То есть, поначалу никому не было в радости это все, что происходило. Но потом вот того мозгу хватило признать это все, что он заслужил, а что Иисус ни за что страдает. Представьте себе, какая малость кажется, да. Хрестоматийно очень мало похоже на молитвы покаяния вообще. Очень мало это напоминает хрестоматийно именно возрождение человека, да. Но это было так. Иисус это заказ статировал, что да, ныне же будешь со мной в раю. Слава Иисусу. Вот так вот, господа. И, ну и сейчас не об этом, хочу в историю церкви с вами окунуться. Кстати, а где же престол сатаны? Алтарь этот внешний, он в Берлине хранится. Но я поднимался туда, по этим ступенькам, туда, в самую сердцевину этого капища. И там место обозначено. Вот здесь был престол сатаны. Это был центральный престол. Но в 45-м году офицеры НКВД его вывезли в Москву. Судьба его до сих пор неизвестна. Где он хранится, оригинал престола. Но последняя документальная справка, это расписка офицера НКВД 45-го года, датированная о вывезе в запломбированном вагоне в Москву. Есть предположение, что увезли за Урал. Есть предположение, что хранят где-то там Кемерово. Шутка, шутка. То есть где-то в Сибири. А в этой... Сибирь-то огромная, знаете ли, здесь можно прятать что угодно вообще. А в Тайке? Да. В Тайке где-то, да. Ну ладно, кто-то еще будет. Но меня волнует даже больше вот эта копия. Очень-очень зловещая она. Значит, и скажу, что немного жутковато было, когда вот последний год или сколько назад, когда писали, это Сталин Лайф писали. Куда бы не прилетел везде Сталин Лайф, Сталин Лайф. Думаю, вот это да. То раньше писали, что Ленин живее всех живых. А теперь пишут о Сталине. Ужасное время. Но, с другой стороны, когда тьма сгущается, свет еще ярче становится. Это сто процентов. Потому что когда, даже вот мы, когда за рулем, да, например, едем на машине, навстречу идут другие автомобили, а они включенными фарами. Если это днем, это вас не слепят, да? Если это в полумраке, это уже ярче видно. А если это глубокой ночью, это прям слепяще. Лампа та же самая, да? Накал тот же самый. Иисус Христос и вчера, и сегодня, и в Америке тоже. Но сегодня Он еще ярче. Не потому, что Он изменился. Нет, Он тот же самый. Но просто тьма сгустилась. Но Иисус еще ярче для нас. Слава Богу. И, господа, что было после того? На Первом Вселенском Соборе в 325 году события были довольно-таки интересные. Собрание епископов со всей необъятной Римской империи происходило в городе Никея. Не в столице, в Никее, Никейский собор, так называемый, да? Совершенно верно, Никейский собор. И это Первый Вселенский собор, его так в учебниках обозначают. 325 год. Начался новый период истории христианства. С 325 по 843 год, можно обозначить, продолжался период истории христианства, период смешания христианства с язычеством. Период, когда зарождалось и формировалось ритуальное христианство, как государственная религия Римской Византийской империи. Зарождалось и формировалось новое христианство. Христианство уже не Иисусова, христианство не хороцентричное, а христианство цезарепопийское, христианство многобожие, христианство и долопоклонство, и оккультизм, и очень многие другие проблемы. Я больше скажу, что фактически любая ересь сегодня, вот 21-го столетия, корнями сами уходит именно вот в те далекие столетия. Здесь очень даже трудно с чего-то начать конкретного. Но, примеры приведу, церковь получила такой ярко выраженный политический заказ на смешание с язычеством. Это проследило постепенно. В 4-м столетии, конечно, это было не так быстро, это было медленно. В 4-м столетии, на 1-м соборе и на 2-м соборе, 2-й собор был, когда у нас 381-й, да, год? В 325-м и в 381-м году еще было не все так плохо. Даже скажу больше. Церковь христианская вероучительно оставалась на библейских позициях. Но другое дело, что не все уже так было гладко. Мало-помалу, начиная с Константина и Елены, потом их детей, оставшихся в живых тогда, 3 сына Константина, Констанции, Константин и Констанс, 3 сына Константина 1-го, Великого, они поделили империю на 3 части и, в общем-то, истребили потом всех своих дальних родственников, самых дальних. Если Константин истребил почти всех своих близких родственников, то его дети пошли дальше и истребили даже самых дальних родственников. И род Константина исчез полностью вообще. Потому что его дети истребили друг друга. И последние сыновей, победивших всех остальных убивших, он умер бездетом. И род Константина исчез полностью. Это очень страшная трагедия. Знаете ли, такое ощущение, что семья Константина как пауки в банке. Они просто убивали друг друга. Тупо, очень свирепо убивали и истребляли друг друга. Родню. Не просто истребляли там дядей, тетей, даже грудных детей убивали. Убивали целые семьи. И лишь для того, чтобы обезопасить свой трон, как бы, от прецедентов таких, значит, знаете ли, от конкурентов каких-то определенных. У Константина Великого была великая паранойя. Он боялся за свою власть, за свой портфель. И везде ему мерещились заговоры. Как потом выяснялось, это были в основном ложные подозрения, совершенно не обоснованные. Но придворные пользовались его этой слабостью, его этой болезнью. И, как бы, занимались интригами всевозможными, знаете ли, наговорами. Он казнил свою жену Фаусту, убил своего сына, наследника престола Криспа. Лишь потому, что донесли на них. Как оказалось, ложно, но, как бы, уже дело было сделано, он убил их. И также своих ближайших родственников он истребил всех, фактически. И вот, но не в этом дело. Самое страшное, что оставил Константин, это именно его политика в отношении христианства. Христианство он видел как идеологический работник государства. Христианство он видел как подконтрольная религия Римской империи. Все ли служители христианских церквей шли на поклон Константину? Нет, далеко не все. Все ли были бескребетными? Все ли были беспринципными? Все ли были обмануты и все ли были ослеплены мамоной, деньгами? Нет, конечно, далеко не все. Были принципиальные служители, были служители, которые не поступали с этой свободой. Но, к сожалению, Константин использовал старый добрый прием такой, раздегай и властвуй. Использовал внутрицерковные споры всевозможные политические, религиозную политику использовал на благо своей политики. Продвигая, осыпая всевозможными привилегиями подхалимов, всевозможных религиозных, тех, кто хорошо прогибался. Используется, как говорил во времена уже более поздние, один из церковных деятелей, архимандрит, не помню, как его звали, ставшим он патриархом, при Петре Алексеевиче, Петре Первом, сказавшем так, что я как не знаю никакой ни старой, ни новой веры, а шел спор о старобрядцах и новобрядцах, старых обрядах и новых обрядах. И он сказал, новой вере и старой вере, как бы, как тогда говорилось. И он сказал так, что я не знаю никакой ни старой, ни новой веры, но как мне скажут верить начальники, так я и буду верить. Это очень сильно прогнулся, конечно, его продвинули из архимандрита сразу в патриархи, за такие его слова. И вот таким подхалимом религиозным давали дорогу. Принципиально служителей просто-напросто наказывали, и чаще всего не напрямую власть наказывали, а через вот как раз вот таких лжебратьев. Очень показательная здесь история с Афанасием Александрийским, патриархом, лидером североафриканских христиан. До Первого Вселенского Собора Константин писал Афанасию очень, ну, не Афанасию, а вообще епископам африканским в частности и вообще христианским очень так вот, знаете, осторожно, нежно. Но после Первого Вселенского Собора Константин писал, ну, очень строго. В частности, Афанасию было написано, что у нас в эпиле незаменимых людей нет. Это не Сталин, еще за много до него Константин великий. Так вот, и Афанасий был арестован совершенно по другому делу. Казалось бы, там шла речь о растратах, о чем-то еще. Его арестовывали и сажали, все время арестовывали и сажали. Его часть жизни большая, последняя, была в основном в местах не столь удаленных. Вот интересный урок, да, с вами прошли мы. Так вот, и на Втором Соборе, в принципе, тоже еретического ничего не было сказано. Наоборот, вероучительная церковь еще раз подтверждала, что она является именно, ну, стоящей такой на библейских позициях. Символ веры был продолжен и дописан. И как бы отцы Собора Второго Вселенского также, ну, как бы, декларировали свою предность именно библейскому христианскому учению. Но это было лишь оболочкой. Внутри уже гнили было достаточно, даже более чем. Потому что еще между Соборами, этими двумя, первым и вторым, были такие заявления из уст императоров. Допустим, император Иовиан говорил следующее. То, что мне угодно, это и есть канон церкви. Феодосий Великий, император, при котором был Второй Собор Вселенский, повторил эти же самые слова о соборании епископов. То, что мне угодно, это и есть правило канон церкви. Это проглотили епископы. Но императоры ни на Первом, ни на Втором Соборе, по сути, не использовали еще так мощно эти рычаги свои, влияния. Но уже на Третьем Соборе это все сыграло роковую роль. В 400, запомним, в 31-м году, на Третьем Соборе. Первый, второй, третий. Вот с Третьего Собора началась деградация христианства, уже капитальная. Это было, знаете ли, уже обвалом настоящим христианства и исторического христианства. Потому что церковь Иисуса Христа вообще это не обязательно христианство историческое. Потому что церковь Иисуса Христа это не те, которые на костер отправляли инакомыслящих. Церковь Иисуса Христа это не те, которые шли, допустим, убивать инакомерующих, инакомыслящих. Абсолютно нет. Иисус сам сказал так, что придет время, даже вас будут убивать. И будут думать, что тем самым служат Богу. Но так было дело, потому что не познали и меня, как ни отца моего. То есть нет настоящего христианства там, где есть во имя веры пролитие крови даже. И на Третьем Соборе, что же произошло на Третьем Соборе? До того самого злополучного 431 года, запомним такую интересную информацию. Христианство не знало многобожие. Христианство не знало молитв, я повторяю еще раз, что не знало молитв ни Богородицы, ни святым умершим другим, ни ангелам. Но все стало меняться в конце 4-го, начало 5-го столетия. Именно на Соборе Третьем, в Сырянском Соборе, был поставлен вопрос о том, что можно ли и нужно ли молиться кому-то еще помимо Господа. А первых 4 столетия такого не было. 3 столетия гонений, потом целых 100 лет уже свободно легальной христианской церкви. Десятки тысяч церквей по всей Римской империи, необъятной Римской империи. Ни в одной из них не молились, ни в одной. Не молились никому другому помимо Господа. Не было практики. Больше того, когда эта ересь впервые была обнаружена, африканские, так может это туристы, гости, африканские гости были на Кипре, то им был дан достойный отпор, достойный ответ. Наша христианская нет, это ересь было сказано, очень достойно. На Кипре в то время был архиепископом, это было в конце 4 столетия, был архиепископом Епифаний. Некто по имени Епифаний Кипрский, святитель Епифаний Кипрский, святой официальный традиционный православно-католических церквей. Кстати, этот пример вам очень пригодится. Современных аферистов религиозных такие примеры просто-напросто ставят к стенке. И они как, знаете, как ужины сковородки сразу изворачиваются. И обычно пытаются малоопытных христиан просто-напросто уводить в другую тему совершенно. Лишь бы забыть об этом поскорее. Но, знаете ли, не будьте таковыми, знаете ли, не идите на поводу у этих слаблудов, стоите на своем, знайте правду и не позвольте дьяволу вас за нас возить. Знаете ли, и некоторые факты я вам назову, сегодня и завтра еще буду называть некоторые факты интересные. Так вот, Киприан, ой, извиняюсь, Киприан, Епифаний Кипрский, архиепископ, официально святой, православной церкви, дал достойный отпор этой ереси. То есть, известный факт из его жития, из рассказа его жизни и из его работ, некоторых сохранившихся в наших дней, фрагментов его работы, точнее. Мы знаем, что по поводу Марии, матери Иисуса Христа и друзей его апостолов, значит, африканцы так рассуждали, что вот, мол, есть в пустынях у отцов откровения. Кому-то виделись видения, кому-то привидения, кому-то сновидения, что молиться можно еще и Марии, Марии, матери Иисуса, она как мама, она тоже достойна молитв наших. Она тоже сострадала и прочее. Так вот, Епифаний Кипрский сказал следующее, есть разные переводы, но мысль одна и та же, что ее должно уважать, или там есть другой перевод классический, традиционный, православный, ее должно почитать. Но дальше сказано, но никто не должен молиться ей. Кстати, в православных русских изданиях обычно первую часть этой фразы публикуют, ее должно почитать. Хотя, буквально перевод, ее должно уважать, современный перевод этого текста, этого текста, сочинения Епифаний Кипрского. Ее должно почитать, или уважать, но, дальше, но никто не должен молиться ей. Представляете себе, да? Это говорил святой. Сегодня самому Епифанию Кипрскому молятся. От сглаза, от порчи. В Москве предлагаются его иконы на продаже. В некоторых храмах Москвы и области есть настенные росписи, изображающие Епифанию Кипрского, которому ставят свечки, молятся ему. Но сам он был категорически против молитв и Марии, и Матери Иисуса, тем более самому себе. Представьте, ему в страшном стене приснилось бы, что ему будут молиться вообще. Бред. Да, ужасно. Знаете ли что? Скажу, что здесь учишь... Вот я учу последние годы именно вот тому, чему я сейчас говорю. Что надо молиться только лишь Богу. И однажды между Харьковом и Днепропетровском, там в одном селе, мы с братьями заезжали. Там есть небольшая группа евангельских бабушек. Мы их благословили, этих сестер наших пожилых. Но они на радостях собрали там чуть не пол села. Вот батюшка приехал с Киева, туда-сюда. И я там проповедовал. И бабушки были очень такие, ну, как бы чуткие, гостеприимные, восприимчивые. Приняли слово хорошо. Я за них стал молиться. Братья, мы стали вместе с братьями молиться за них. Вот Бог стал чудеса совершать. А знаете ли, в селе это в селе. Это не то, что в городе. Там, когда болячки друг друга нехорошо знают все. И когда эти болячки стали уходить. Например, одна из бабушек, православных, совершенно никак не подготовленных к этому. Она плохо видела последние годы своей жизни этой. Такой, да, сельской. Но она стала вдруг хорошо видеть. Она, как бы, потом это, ну, рассказала другим бабушкам. Те передали уже она. Вот. И другие бабушки освобортились от болезней. И одна из этих православных бабушек. Да, а у меня были с собой календари. В нашей церкви еще второго года издали там календари. И подарил вот бабушкам, пожалуйста, радуйтесь, батюшку на стенку с календарем православным. В центре календаря я был там во всех регалиях архиерейских, там, как положено. И вот. И она что сделала? Не мудро, сполукаво. Вырезала меня такой в рамочку и в свой иконостасик, на стеночку. Об этом передала нам другая бабушка, евангельская. Она заходит к ней, так по-соседски, там, о том, о семе, о пятом, о десятом. И вдруг видит, что-то у тебя в иконостасии прибавилось, как бы, святых. А это кто? Так это Журавлев говорит. Да ты что, говорит? И что? Так помогает. Я, говорит, встаю утром, никакая, а работать надо, одна живет, ну, огород там, все. Так я, говорит, говорю, встаю там, никакая, говорю, Журавлев, помоги мне. Помогает, говорит. И вниз головой везде работает, там, значит, там, на этом огороде. Эта бабушка, которая евангельская, наша, она ей там объясняла долго и упорно объясняла, что не делай этого. Санта Журавлев, ты хоть слышала, чему он учил? Он учил прямо противоположную, как раз, тому, что ты сейчас делаешь вообще. Да будет он сейчас на месте, он бы сейчас там эту икону порвал, поэтому ей объясняла. Одним словом, ей с большим трудом она убедила бабушку снять, это позорище, снять этого святого Журавлева со своего иконостаса. Вот, хотя бы не позорься в этом, хотя бы в этом вообще. Вот, и представьте себе, я думаю так, что повода ей вроде не давал, хотя, кто знает, может быть, где-то как-то звездные болезни, я не знаю. Но вроде бы я не давал поводу тогда, значит, и себя великим чрезвортцем я не выставлял. Вроде бы говорил, насколько помню, что только Богу вся слава, хотя, может быть, имел в уме что-то еще. Я не знаю, может, если в чем каяться. Но я знаю одно, что бабушка, она поняла это на своей волне совершенно. Она поняла это именно как, вот именно повод поклоняться Журавлеву, молиться ему. Да, представляете себе? Так, а прошло бы еще там сто-двести лет, сказали бы, о, точно, еще и мощи раскопали бы. И костям бы покоя не дали бы. Да еще как шоу представление Василия, по всей Руси-матушке. Вот там копчик Журавлева, вот они вот черепок раскопали, там еще что-то. Да. Ну а мозговая косточка, в общем, в цене бы. Вот примерно то же самое происходило в историческом христианстве. Но знаете ли, конечно, есть свои объяснения, конечно, всему тогда происходившему, но случай с Епифанием Кипрским, это уникальный случай. Потому что один из немногих дошевших до нас примеров, что святой православный церковь категорически был против молитв, кому бы то ни было, по мнению Господа. Кстати, один из религиозных аферистов нашего времени, дьякон Андрей Кураев, я не знаю, сейчас он вроде бы исправляется. Последние годы наблюдаю за его передвижениями, выступлениями, он вроде бы в евангельское русло постепенно выруливает, слава Богу. Но еще лет 10 назад он такие выкрутасы религиозные выкручивал, что просто дивы давался я. И, значит, скажу, что тогда, не знаю как сейчас, но тогда, лет 10, даже чуть больше назад, в Украине он выступал как буквально адвокат дьявола. Он выступал конкретно, зная правду, но шел против истины. Допустим, в тысячных залах Днепропетровска, я имею непосредственно факты и даже видеозаписи, он доказывал аудитории, что якобы Лука был автором этих икон, якобы Иисус делал эти портреты, хотя он как профессор, как преподаватель не мог не знать, что это ложь. Он не мог не знать. Я бы это простил простому батюшке сельскому, который просто по незнанию там в лаптях вышел на сцену и сказал, вот так вот так вот, люди добрые. Но профессор кислых щей этих, богословских, не мог не знать этих всех истин. И, однако же, врал и даже не подпрыгивал. Но, слава Богу, в аудитории нашелся человек добрый, который один из моих студентов. Он этого афериста вывел на чистую воду. И дьякон Кураев закрутился как пуш на сковородке. В записи он очень хорошо видно. Знаете ли, что вопрос из зала был? Включили микрофоны некоторые в зале. И вопрос прозвучал прямо перед всей аудиторией. Что так и так, как вы прокомментируете, господин Дьякон, такое заявление православного святого, который заявил, что ее должно, Мария, должно почитать даже в православном переводе. Или уважать в светском переводе. Но, дальше он сказал, что никто не должен молиться ей. И Дьякон Кураев заерзал здесь, потому что афериста вывели на чистую воду. Но, да, он не покаялся. К сожалению. Знаете ли, ему все, как божья роса. Значит, и он выкрутился. Каким-то образом выкрутился. Знаете ли, что? Очень хитроумно. Он сказал так, что, говорит, так и так. Это, мол, частное богословское мнение этого святого отца. Ужас. Это еще больше афанаризм, господина Дьякона. Потому что это не могло быть частным богословским мнением. Епифаний Кипрский выразил мнение церкви. Великие каббодокийцы того времени. Иоанн Флауст, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Иерусалимский. Никто из отцов тогдашних не тоже не осудил или не поспорил с этим частным богословским мнением. Ни в коем разе. После этого заявления никто не перестал руки подавать на что там Епифанию Кипрскому. Ни в коем разе. Он выразил мнение всей церкви. И я расскажу вам из древнерусских летописей о некоем, мы знаем, Федоре Епископе, древнерусском. О нем очень мало в летописи, а очень скупо сказано. Как с ним поступили за его частное богословское мнение. Дело в том, что мы даже не знаем, где он был епископом, в каком городе. Но в новгородско-посковских и в московских летописах говорится о Федоре Епископе, который был улечен, как считалось, в ересе. Учил людей в храме, епископ этот православный, что не должно молиться Марии, Богородице. Нужно молиться только лишь Богу. Этого епископа вызвали на суд церковный, на суде епископском. Он не отрекся от своего этого учения и заявил, что он по-прежнему считает, что не надо молиться Богородице, а надо молиться только лишь Богу. От него потребовали отречься от этого его учения и поцеловать икону Богородицы. Он отказался это делать пред собором. Тогда, после, я не помню точный год сейчас, я попозже могу назвать даже год точный, его казнили. Епископы, посовещавшись, решили, что обычной казни для него будет мало. Поэтому придумали очень необычную казнь для него. Ему вырезали язык, выкололи глаза, с живого снимали кожу. Потом, по просьбе церковных властей, власти светские хотели сжечь просто его, просто сжечь и все, еретика. Но церковные власти попросили перед казнью сделать вот такую длинную пытку, изувечивали его. Вырезали язык, чтобы он не мог людям ничего говорить больше по этому поводу. Выкололи глаза, чтобы он больше не мог ничего видеть, как не сказали, как еретик. Снимали кожу с него живьем. Потом, по просьбе церковных властей, его сожгли на медленном огне, чтобы он мучился как можно больше времени. И было заявлено, чтобы больше впредь таких заявлений не было в Русской Православной Церкви. Это такая была казнь. Больше о Федоре епископе мы ничего не знаем. В летописи очень скупо о нем сказано, что был такой епископ православный, который попал в какую-то ересь такую опасную, и отказался молиться Богородице, и перестал им молиться, и даже в церкви учил, что надо молиться только лишь Богу. Вот как бы его за это казнили. Мы не знаем, откуда он сам. Грек ли он был, или славянин. Мы не знаем, значит, вообще, в каком городе он был точно епископом. В летописи не уточняется все это, к сожалению. Ну, считали его как бы таким вот изгоем, как бы отщепенцем. Но впредь, как бы, в устрашение будущим служителям, как бы, написали об этом случае. Вот это вот, как поступили с епископом, имевшим такое частное богословское мнение. Вот. И это, конечно, один из примеров православной инквизиции. Кстати, об этом очень мало наши обыватели что знают. Обычно наши обыватели знают много о западноевропейской инквизиции. Но я вам скажу, что наша восточная православная инквизиция была не менее суровой. А в чем-то даже более зашленной, чем инквизиция западноевропейских наших коллег. Просто нашей инквизиции не принято говорить об этом. Не принято говорить, ну, по разным причинам. В советское время было сделано исключение. Ну, не только в советское время. Еще во время падения царского самодержавия, еще даже до того, накануне падения царского самодержавия, тот же самый Николай Лесков, великий русский писатель, работая в архивах киевских монастырей, работая с летописями, он впервые тогда написал, что Русь была крещена огнем и мечом. И он писал, что Русь была крещена, но не просвещена. А о самом крестителе Владимире он написал следующее, что он принял год христианства, но не принял Христа. Потому что это не наша метода, которым он пользовался, Владимир князь. Это было в год 900-летия крещения Руси. В 1888 году написано. Но в самом конце 19-го и начале 20-го столетий, исследователи, некоторые работая в архивах, работая с документами, стали поднимать факты именно инквизиции церкви. И по сути эти факты, они как бы должны были побудить церковников и иерархию покаяться. Но не тут-то было. К сожалению, эти факты, обнародованные тогда уже, они не побудили как бы покаяться иерархию. Наоборот, иерархия ожесточилась. Я не знаю пока на сегодняшний день ни одного примера покаяния иерархов до самого 18-го года. Только лишь после революции 17-18-го года, уже в 18-м году уже были примеры покаяния отдельных священнослужителей. И потом уже в 20-е годы были примеры покаяния. Но не до того. И потом в советское время факты о православной инквизиции, они использовались, конечно же, в чем? В атеистической пропаганде. Потому что делались выводы совершенно вот такие, чисто атеистические. Вот какие церковники, вот какие христиане, вот какое христианство. И знаете ли, это было ужасно, конечно. Это было правдой, но правдой, из которой делались неправильные выводы вообще. Факты, из которой делались неправильные выводы. Наверное, здесь шедевром советской вот этой вот деятельности был музей знаменитой религии и атеизма в Ленинграде. В тогдашнем Казанском соборе были выставлены экспозиции православной инквизиции. К сожалению, после перестройки большинство экспонатов погибло. Они просто были утрачены. Но фотографий более чем достаточно. Часть сохранилась в запасниках музея. Но, кстати, в Амстердаме я был в музее инквизиции. И там, скажу, не менее суровые вещи, чем я видел в музее религии и атеизма. Тогда в СССР, в Ленинграде. Но единственное, что там в Амстердаме, конечно, там выставляется это больше как шоу. Типа как ужасы какие-то там. Ну да, это понятно, ужасы, да. Но для нас, христиан, эти, конечно же, вот эти факты, эти экспонаты, это больше повод для покаяния, скажу так. Это покаяние, смирение. И, конечно, я очень надеюсь на то, что современные православные священнослужители иерархии, они просто покаялись. Как сделали католические, допустим, иерархии в 20-м столетии. При вот прежнем папе Иване Павле II. Моя мечта, чтобы, на самом деле, и православные иерархии также приняли ответственность на себя. Взяли ответственность за то, что делали их предшественники. И честно покаялись. И покаяние это не повод, это не признак слабости церкви, а это признак раззрелости церкви. Что церковь, она осознает это, признает и готова работать над ошибками. Иначе мы даем место этим бесам, которые, скажу так, духи инквизиции, которые до сих пор покоя не дают, знаете ли, многим современным священнослужителям. Кстати, я не забуду первую, ну, как бы, первая встреча с духом инквизиции в моей жизни. Это было в вагоне поезда. Это было поздно вечером. Я ехал в поезде и с Москвы, и я говорил с людьми о Боге, о вере. С других, вот, это был плацкартный вагон, очень хорошее место для евангелизации, знаете ли. Соседних этих отсеков, там слышимость хорошая, соседних отсеков попросили, вы не могли бы погромче бы, мы тоже хотим послушать. Я говорю, ну, Бог здоровья, меня обидел, я стал громче говорить, значит, там, как бы. Вот, а на другом конце вагона, я с собой Москвы, с платформы еще заметил, зашел монах. Он белья не брал, так, вот, так, раз, в скатку, так, вот, и на полку, на вторую, и так, вот, на боковушку. Я так его время-то время посмотрю, вижу, он вроде как притворяется спящим, но я-то же понимаю, что он не спит-то, он свечет все. Вот, и когда уже время полночи, уже полвагона уже спит, уже другие люди добрые, уже спать выкладываются, а напротив меня полочка свободная нижняя, значит, и он слезает, и не поленился, пришел ко мне. Сел напротив меня, и начался допрос такой, типа, чих будешь? Вот, как бы, значит, хочу и холоп, как бы. И говорит, значит, что, вот, я не пойму, вроде как православный, а вроде как и сектант, говорит. Я тебя слушал, говорит, наши люди. Наши батюшки так не говорят, ну, ну, ладно. Я бы пытался ему чуть не отодобрать, как вот, ну, в свое время, там, Стефан-то, издалека, так вот, значит, подвезти его. Вот. Да не тот-то было. Мой собеседник, знаете, ужасник наяву. Значит, мой собеседник, перед тем, явно так, ну, как бы адекватный и нормальный человек, значит, вдруг становится совершенно невменяемым. Голоса в него закатываются, значит, значит, больше того, они становятся просто стальными, значит, неестественными. Ну, ужасник наяву, знаете, фильм ужасов только в натуре. Потом, значит, его голос меняется, знаете, прям, оп, там буддистские монахи там годами тренируются менять голоса, а это прям, значит, голос изменился, голос такой грубый, с метаном таким внутри, значит, говорит неестественно. Люди так не разговаривают, вообще-то. И он мне заявляет, этот бесяра, в нем, который заговорил. Знаете ли, я сразу с вами ехнул внутри, что это не он, а тот, кто в нем заговорил. И он мне утверждает, да, представляете, таких, как ты, говорит, раньше сжигали и правильно делали. Я так, ничего ж, я думаю, вот это, да, заявочка. Но я понял, нужен сеанс экзорцизма. Слава Богу, чеснок отдался бы побольше. С чесночком. Ну, шутка, были серебряные пули, осиновый полушек, набор начинающего из артиста, святой воды. Шутка. На самом деле, ничегошеньки не было. Даже креста тот был уже у меня в оброн. Но Иисус-то со мной. И, знаете ли, я так, глядь туда, глядь сюда, вижу, что люди добрые уже спать, либо уже спать легли, либо уже ложатся. Думаю, сейчас начнется там такое проявление. Тогда людям нормально будет плохо. Тихо. Особо даже кричать не надо на этого дьявола. А теперь просто приказал ему не проявлять свои вот эти вот бесовские действия во имя Иисуса Христа. А дальше, как ни в чем не бывало, стал говорить, обращаясь только к этому духу, только к этому человеку, который меня, я так думал, где-то краешком, но где-то, может быть, слышал. Я стал говорить о крови Христа. Стал говорить о жертве Христа. И, обращаясь к этому человеку, я сказал, не к бесу, а к человеку. Сказал, что кровь Иисуса Христа была пролита за тебя и за меня. За всех нас. Потом, обращаясь к бесу, стал говорить, что кровь Иисуса Христа против тебя. То есть, ну, разгарничивает человека и того, кто в нем. И, знаете ли, что? Мой собеседник, это надо было видеть, где была камера, как-то нужна. Знаете ли, вот, значит, это мой собеседник. Он как будто бы обмяк весь. Знаете ли, вот, он просто обмяк. Но также невменяемо сидит. Я даже не был уверен, что меня слышит. Но он не спал. Но он и не бодрствовал. И вот, в определенный момент, его тело колыхнулось. Знаете ли, вот, я понял. Вот он момент. Бес вышел. И это было видно сразу. Почему еще? Не просто по колыханию тела. А знаете ли, что произошло? Его глаза вернулись в нормальное состояние. Бес с какой-то стали. Больше того, он стал внимательнее. Знаете, как будто, да вот это да. Вот это да. Не может быть. Знаете, как будто так с вниманием стал слушать. Вот. Больше того. Он попадался, что-то сказать уже естественным голосом своим. Каким он говорил перед тем. Нормальным голосом. Не там без этого скрипка какого-то ужасного. Вот. Потом, интересно. А у меня уже понимание было, что все, это совершилось. Я стал говорить то же самое о крови Христа, которая была пролита за нас. Что мы спасены жертвой Иисуса Христа. И ни в ком он у меня нет спасения вообще. Я это стал говорить, говорить и говорить. Мы разошлись спать. Представляете, утром рано просыпаемся. Проводец будет всех там умыться там. Мы все там, вот, скоро пребываем. Этот батюшка, ну он не батюшка вообще-то, это Ира Дьякон. Дьякон и монах в одном. Два в одном. Такой твикс такой религиозный. И вот он ко мне подходит, значит, и из своего вещмешка достает корову дорогие конфеты. Говорит, батюшка, пожалуйста, вы попьете чаю, может там вносите. Представляете, вечером хотел меня спалить на костре, а утром конфетами кормят. Человек с бесами, ужасный человек. Человек без бесов, прекрасный человек. Представляете, вообще вот такая история. И потом он мне еще говорит, уже перрон виден, уже люди суетятся там с вещами туда, к выходу. А он мне говорит, представляете, прямо мы выходим, он говорит мне, еще внутри вагона. Вот если бы у нас бы там в монастыре бы это все рассказать, чтобы вы мне рассказали ночью. Вот если бы это все поделиться вот этим вот бы. То есть у него такие глаза горящие, думаю, нормально, думаю, здорово. Я, правда, монаха там больше не видел я. Не знаю его судьбы дальнейшей, но я знаю, что с ними посеяно Слово Божьего. Я ему говорил о Христе. Мы расставались с ним, может, на первую не рассказали, что пара ласково сказал ему тоже, что говорю, держись Иисуса Христа, брат, говорю. Держись Иисуса Христа, ни в коем другом нет спасения, запомни, все. Как прописная истина. Знаете ли там... Да, друзья. Вот скажу, что когда церковь освобождается от этих бесов, когда церковь на самом деле омытая баню и водным посредством Слова, друзья мои, церковь прекрасна. Больная церковь, она не сможет оздоровить общество. Есть библейский принцип, что имею, то и даю. Но здоровая церковь способна оздоровить общество. Слава Иисусу! Благодарю вас, пожалуйста. Давайте помолимся, друзья. Отец, спасибо тебе огромное за этот вечер, спасибо за эти три урока, спасибо за то, что ты присутствовал здесь, спасибо за то, что из истории христианства мы узнали вот такие интересные факты. И пусть это поможет в нашем христианстве нам сегодня, христианам 21 столетия. Благослови нас, Господь, распусти с миром, и пусть твой шалом твою мир будет в наших сердцах, в нашем служении. Собери на завтра, в следующем вечером, Господь, мы хотим продолжить узнавать многое из истории церкви, чтобы не грешить пред Тобою, Господь, и чтобы самим не попасться на удочку врага, самим не попасться в селки в западню у тябла. И тем, кто уже попался, помогать, выпутываться оттуда, выходить, отпускать измученных нас в Богу, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за кровь святую, спасибо, Господь, за великое получение, спасибо за Евангелие Царства в наших жизнях, в наших семьях, в наших церквях, в наших странах. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.